всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я бы хотела вам показать покупки из магазина decathlon мы сегодня ездили туда для того чтобы посмотреть для старшего моего сына форму на физкультуру могу очень сильно порекомендовать если у вас есть этот магазин то я вам его очень сильно рекомендую туда поехать посмотреть там вещи там продаются такие вещи найти спортивные для дома там я не знаю для дачи для пикника вот такие простые недорогие там кроссовки дешевые то есть ну какие такие простые вещи очень сильно там советую плюс очень большой выбор на мой взгляд большой выбор детской в том числе одежды для спорта то есть для физкультуры для там я не знаю плавания для всего всего там очень много можно найти ну такой по приемлемым ценам а также даже по дешевым ценам хорошую отличную одежду так что рекомендую очень этот магазин у него по-моему есть даже интернет магазин если я не ошибаюсь в общем ссылку на него я оставлю а мы сегодня ездили в непосредственно сам магазин и сейчас покажу покупки и так вот я купила старшему сыночку такую футболочку она такая но как-то спортивная здесь вот идет сеточка такая но не хлопочек это такой вот спортивный материал темно-синего цвета вообще у нас должно быть по идее белая футболка но что-то белую я не нашла поэтому такая у нас и вот такой вот костюм я вам цены подпишу при монтаже потому что в чеке я что-то вообще ничего не разбираю там как-то написано непонятно и вот такой вот костюм на физкультуру тоже курточка как это как раз когда они будут заниматься на улице и вот такие вот к нему идут штаны вот вообще очень классно и недорого по 500 чем-то рублей в общем я подпишу вам где-нибудь здесь внизу все цены так дальше я купила ходить дома тоже по 200 чем-то рублей были вот такие штаны темно-синие и они идут это тоже старшему ребенку на вот с таким сначосиком то есть такие теплые штанишки краса чтобы они бегали у меня здесь но по участку не дома а по участку ну как бы дома по участку в общем такие вот классные штаники тепленькие очень такие мягенькие очень приятные а младшему точно такие же только черные потому что на него синих не было тоже вот такие вот они идут немножко зауженные к низу вот они немножко длинноваты моему младшему ну как раз сама она тоже вот с таким начосиком очень классные штаны еще мои мальчишки в отделе для охотников увидели вот такие кепки и не смогли устоять здесь такая кнопочка и они светятся это типа для ночной охоты в общем они взяли себе по кепке кепки кстати вот эти вот стоит 700 рублей 799 по моему а муж у меня взял вот такие вот штаны классные стоили они 1499 рублей вот я помню а здесь вот идет такая резинка кармашки всякие разные и они отстегиваются и брюки превращаются в элегантные шорты вот такие они слегка шуршащие тоже ну вот на рыбалку мы ездим куда-то в общем аля в поход и так далее вот такие вот классные брюки за полторы тысячи мне кажется вообще супер и также он себе взял вот такую футболку типа военную защитную для похода тоже подпишу сколько она стоила для похода для похода в общем вот это хлопочек такой тоже классная футболка и еще вот такие вот шорты он себе взял они вообще тоже стоили что-то там 200 чем-то вам рублей это типа для серфинга вот они идут тоже ну то есть них можно купаться и так ходить вот они меня все мужчины у меня любят такие шортики в общем классные так а себе я взяла вот такой вот купальник я планирую снова начать ходить в бассейн я взяла размер поменьше это у меня по моему xs но он тут видите затягивается внизу почему я взяла поменьше потому что вот эти чашечки тут такие поролоновые размер который был побольше они в общем мне очень сильно велики настолько сильно что да поэтому взяла купальник поменьше вот такой вот он полосатенький классный и к нему взяла вот такие купальник стоил полторы тысячи а и вот такие вот классные шлепки стоили 199 рублей супер они как раз сюда подходят и еще вот такие же шлепки я сразу взяла у меня есть черный купальник тоже в котором я хожу бассейн это к ним потому что мои старенькие шлепки уже совсем испортились так что теперь вот так вот у меня обновление теперь уж точно пойдут бассейн но с сентября может быть с октября точно хочу планировать ходить ну и как стимул новый купальник чтобы начать все-таки ходить бассейн на муж у меня тут еще всякое для рыбалки куплю всякую ерунду в общем еще мы заехали в магазин мега и вот в этом магазине рандеву ну многие из вас наверное знают этот магазин тоже ведь есть онлайн я купила себе вот такую потрясающую сумку клатч вот она вот такого темно-синего цвета от бренда майкл корс просто я не смогла пройти не увидеть еще как открывается я знаю что это у него старая модель это кстати натуральная кожа внутри вот такая вот цепочка но цепочка такая на плечо одевать в принципе я этот клатч вот как-то например еду знаю что никуда не буду заходить больше еду за своим старшим сыночком как раз мне взять чтобы бросить документы и телефон и ключи но сумка просто потрясающая пока и увидела еще не было скидка 50 процентов поэтому она уж точно должна была быть моей здесь паспорт единственное что у них не было пыльником от этого от майкл корс они мне дали вот такой за это сделали еще скидку 10 процентов так что это не может не радовать вот и внутри здесь вот куча отделений одно такое на молнии там для паспорта каких-то документов до кучу вот таких вот маленьких кармашков но это как для кредиток считается один вот такой кармашек и вот так вот никакой больше здесь молнии нет только вот этот кармашек на молнии для ценных вещей и вот здесь вот тоже еще идет кармашек который на заклепке ну вообще вообще я люблю бренд майкл корс тем более приобрести вот такую сумочку клатч не за как большой кошелек когда просто бросил машину и поехал забрал детей отовсюду просто супер то есть у меня получилась скидка 60 процентов на сумку она так стоила где-то 16 16 чем-то тысяч а я отдала за неё всего 7 180 ну супер просто тем более это натуральная кожа так что я довольна как слон я прямо ору от счастья вообще в этом магазине сейчас очень много скидок на различные бренды в том числе на майкл корс но не на всю линейку майкл корс там скидки у меня теперь вот такая вот классная малюточка моя я ее просто я не знаю вообще красота 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 будет радовать вот так вот схватил ее и куда-то побежал можно даже то есть вот эта цепочка она отстегивается то есть можно носить как сумочку можно носить как плач или просто убирать сюда вот этот мешочек мама довольно как слон как всегда да еще у нас есть одни перчатки для нам купили да еще ребенок перчатки для велосипеда себе купил и для самоката для самоката да так что все довольны и просто как ну к школе мы уже почти подготовились тобой до ночью нам еще осталось футболку пола и пенал нам еще надо купить и куча всяких тетрадок и тому подобное но список я пока еще не знаю нас еще собрание не было потому что у нас снова поменялась учительница у нас прошлом году наша учительница в общем ее уволили потом которая была 1 сентября нас была другая сейчас ее вернули обратно и пока она не знаю или еще не вернули мы еще не знаем поэтому у нас пока сложно но все равно примерный примерный набор я уже знаю что нужно покупать вот так что принципе канцелярия осталось пенал еще одна футболка пола и все это готов да даже форма физкультурно есть кроссовки на физкультуру есть да так что вообще круто вот но я сейчас пойду готовить и грушевый пирог кстати хочу сказать огромное спасибо всем девочкам которые мне написали идеи что можно приготовить из яблок и благодаря вам кстати пока я гуглила все рецепты которые вы мне оставляли ну название рецепта да что можно приготовить вот единственное что я немножко не брала вовду штруделя выглядит очень аппетитно но что-то как-то очень заморочно мне кажется его делать кто делал яблочный штрудел обязательно напишите как вам вообще удается его сделать или нет мне кажется у меня мне не получится вот и я наткнулась на рецепт грушевого пирога мама тоже растет груш я вам ее как-то показывала ну вот у нее много груш они сейчас тоже опадают и куда их девать не выкидывать же правильно правильно вот и лежат гнилые лежат да вот поэтому я решила сделать грушевый пирог есть варианты делать тесто как на шарлотку вот но я не хочу почему такое тесто делать я сделаю тесто там другое с маслом общем я вам в комментариях еще напишу рецепт этого того что я буду сегодня готовить и я его готовлю впервые не знаю что получится в общем посмотрим так что пойдемте готовить я сейчас буду готовить грушевый пирог это значит нужно где-то 50 грамм сливочного масла на меня чуть-чуть побольше одно яйцо потом мука где-то стакан муки три четвертых стакана сахара пол стакана молока разрыхлитель теста и сами кружи сейчас потом масло перетирать с сахаром потом добавлю яйцо и муку с разрыхлителем все это хорошо перемешать и так вот я все перемешала вот такой густой прямо тесто получается еще щепотку соли сюда меня вам рецепт напишу в комментариях по какому рецепту я нас оригинальный рецепт и дальше сюда нужно добавить пол стакана теплого молока я стакан то маленький поэтому чуть побольше добавить или снова все перемешать так вот такое тесто достаточно такой жиденько у нас получается я уже порезала груши вот так вот ну как в рецепте было вырезают эту сердцевинку у меня груши маленькие видите какие наши домашние поэтому я взяла 3 вообще в рецепте нужно 2 2 груши брать но я так понимаю две большие у меня маленький поэтому так форму смазала маслом сейчас буду поливать тесто поверх выкладывать груш вот так вот у нас получается и я в итоге порезала еще одну грушу то есть у меня где-то половинку еще груш то есть у меня получилось три с половиной маленьких груш и теперь буду ставить духовку на 180 градусов на 40 минут потом посмотрим что получится вот такой это у меня получился пирог он постоял у меня стоп 40 минут при 180 градусов не за мне кажется грушу надо было больше туда утопить но видите такой не сильно высокий нормально сейчас немножко остынет я посыплю сахарной пудрой сверху немножечко для красоты а может не посыплю мне кажется и так красиво вот так вот он выглядит в разрезе очень вкусно кстати получился терять пирог вот такой то есть тесто не поднялось мне кажется тесто можно было побольше на такую форму пирог получился очень вкусный он знаете такое тесто у него получилось немножко напоминает песочная такое рассыпчато очень вкусно прямо обалденной сахарным сахарной пудрой сверху посыпать не надо я не стала потому что груша сама по себе сладкая хотя у нас не сладкие груши вот наш сорт который как-то в каком-то из видео мама говорила о нем такой специально для питера выведенный он такой более вяжущая груша есть она такая не не совсем сладкая немножко с кислиночкой такой отдает но все равно при этом очень вкусно всем домашним понравилось и мне вот на этот мой объем как не противня формы нужно в два раза больше теста я так думаю я так думаю вот так что рецепт я вам оставлю вот оригинальный по которому я готовила в комментариях посмотрите обязательно сделайте реально очень вкусно и прям пальчики оближешь но на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео оставляйте свои комментарии может быть что-то интересненько из груш готовите вы нам очень будет с мамой интересно почитать ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч